Миф второй. Для того, чтобы быть популярным и успешным блогером, не обязательно получать профессиональное образование. Или все знания, которые мы получаем в школе, в жизни никак не пригодятся. Каждый год в январе Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации РанХикс проводит Гайдаровский форум, на котором обсуждаются главные тенденции социально-экономического и политического развития страны. Очень символично, что на последнем форуме одна из самых интересных дискуссий была посвящена профессии блогера. Присутствующие там представители профессии, супруги, которые ведут блоги про автомобили и воспитание детей и имеют миллионы подписчиков, рассказали, что вместе с ними работает целая команда из десяти человек. В эту команду входят, например, люди, отвечающие на все сообщения в Директ. А таких сообщений насчитывается в день несколько сотен. Есть специалист под названием Stories Maker. Это человек, отвечающий за ежедневную подготовку материалов для Stories, формирование контента, отбор и монтаж фотографий и видео, подбор музыки, создание интерактивов, игр, опросов или голосований. Во время круглого стола блогеры поделились своей самой большой головной болью. На рынке отсутствуют специалисты с релевантными компетенциями для этих новых цифровых профессий. Поэтому им пришлось создать собственную онлайн-школу для подготовки необходимых кадров. В школе обучают не только техническим навыкам, но и развивают коммуникативные способности, в том числе и умение вести переговоры, чтобы взаимодействовать с рекламодателями. В программе обучения есть управление временем и основой проектной деятельности. Самим блогерам необходимы навыки работы с командой. Например, способность оценить потенциальных сотрудников, замотивировать их на качественную работу. В большинстве случаев надо уметь делать это дистанционно и базовое понимание финансовых аспектов монетизации своей широкой аудитории. Приведенный пример демонстрирует, что даже самые стильные, модные и молодежные профессии, несмотря на внешнюю легкость, предполагают наличие общего уровня культуры, который дает школа, а также требует набора знаний и умений, приобретенных на курсах или в учебных заведениях. К этому культурному уровню относятся, например, сведения по истории и географии, пригодятся в профессии тревел-блогера или грамотная письменная речь, необходимая для написания продающих текстов в социальных сетях. Один мой коллега рассказал историю своего сына. Он отказался поступать в ВУЗ, потому что решил стать саунд-продюсером, то есть писать электронную музыку и продавать свои треки и ремиксы через iTunes Store. Однако через какое-то время молодой человек понял, что ему не хватает знаний о том, как устроены алгоритмы Apple и как там все работает. Поэтому к радости родителей он поступил в IT Hub College – колледж информационных технологий, где обучают востребованным на рынке цифровым специальностям, например, аддитивным технологиям или Game Dev – разработке компьютерных игр. Преподают эксперты из ведущих компаний, а студенты осуществляют на практике реальные бизнес-проекты. Но главная причина, по которой есть смысл очно учиться в школе, а не заканчивать ее экстерном и потом поступать в колледж или в ВУЗ, вместо того, чтобы получать образование дистанционно на онлайн-курсах, заключается в том, что в будущем другой возможности приобрести экзистенциальные компетенции, скорее всего, не будет. Экзистенциальные или метакомпетенции вместе с кросс-контекстными или контекстными или техническими компетенциями представляют собой модель навыков XXI века, так называемые навыки будущего. Контекстные компетенции необходимы для конкретной профессии и отрасли. Например, умение ремонтировать двигатели внутреннего сгорания в автомобилях. Кросс-контекстные компетенции актуальны практически для всех профессий и индустрий. Например, управление проектами с помощью программного обеспечения MS Project. Чем же новая модель навыков отличается от той, которая была в XX веке? Соответствующие схемы вы сможете рассмотреть на рисунке 3 из PDF-приложения этой книги. В прошлом веке люди получали профессию один раз и на всю жизнь. Поэтому при обучении в вузах акцент был на конкретных практических навыках. Например, как вести бухгалтерский учет на промышленном предприятии или организовать процесс выплавки стали. Когда в 80-е годы я училась в университете на экономиста, мы проходили математическую статистику, теорию вероятности и линейную алгебру. У нас не было ни одного предмета, направленного на развитие мягких навыков. Например, умение общаться, вести переговоры, управлять людьми или делать презентации. То есть ядром старой модели навыков были технические компетенции или hard skills. А всему остальному человек должен был учиться самостоятельно, где придется. В 21 веке ситуация меняется кардинально. Технические или контекстные навыки устаревают так быстро, что их значение для построения карьеры снижается. А на первую роль в достижении успеха выходит стиль мышления и поведения. Ядром новой модели становятся экзистенциальные компетенции, которые необходимы человеку на протяжении всей жизни. К ним относятся, в частности, способность ставить цели и достигать их, или сила воли, самосознание или способность к саморефлексии, способность учиться или саморазвитие, а также гибкость, адаптируемость и управление объектами в нашем разуме или в физическом мире. Такие виды интеллекта, как IQ, когнитивные, логетические и аналитические способности человека и EQ, эмоциональные и социальные навыки. Экзистенциальные компетенции формируются в детстве человека, в семье и школе, в юности во время обучения в вузе или колледже и остаются на всю жизнь. Эти компетенции нельзя приобрести на краткосрочных онлайн-курсах. Они образуются, когда ребенок или молодой человек взаимодействует с товарищами в коллективе, добивается сложных целей, сталкивается с препятствиями и занимается активностями, развивающими силу воли и стремление к успеху. Поэтому при учебе в школе очень важны не только уроки, но и занятия спортом, особенно в командных видах. Походы, конкурсы, соревнования, олимпиады, кружки и другие виды деятельности, связанные с коммуникацией и конкуренцией. По этой же причине полезна учеба в колледже или университете. Она не только помогает развить навыки поиска и анализа информации, когнитивные способности и умение управлять своим временем в рамках жестких дедлайнов, но и дает человеку возможность начать формировать свой социальный капитал в кругу преподавателей и сокурсников, что обязательно принесет дивиденды в будущем. Помимо экзистенциальных компетенций, профессиональное образование может помочь студентам развить кросс-контекстные компетенции. Срок службы кросс-контекстных компетенций составляет несколько десятилетий, в отличие от контекстных, которые устаревают в среднем за 3-5 лет в связи с появлением экспоненциальных технологий и тотального дизрапшна. Подробно мы рассмотрим виды кросс-контекстных компетенций и их влияние на карьеру в мифе 18-м.